Последний домашний еврокубковый матч металлиста Виталий запомнил надолго. На северной трибуне болельщики зажгли фаеры. На трибуну тут же ворвались бойцы Беркута. Милицейской дубинкой несколько раз досталось и Виталию. У моего двух знакомых гематомы на головах, которые, ну шишки такие, что страшно смотреть. Я думаю, такой, наверное, в фильме ужасов не увидишь. Они, в принципе, даже не искали, не пытались найти виновных в этом беспределе. А просто, вот у них было задание, просто погасить все это движение на корню. Стычки с милицией происходят практически на каждом матче, говорит лидер Союза болельщиков металлиста. Правоохранители Ярослав винит в неразборчивом применении силы. Каждый матч фанатам приходится, как говорится, на своей шкуре испытывать и дубинки, и спецсредства, наручники. Все противоправные действия милиция производит постоянно. И это уже вошло не то, что в привычку, это уже как аксиома. То есть каждый раз, каждый матч, особенно на выездах. Чтобы научиться противостоять беспорядкам на стадионе, правоохранители провели учения. По сценарию, за 20 минут до окончания игры в гостевом секторе стадиона, болельщики стали жечь фаеры и прорываться к футбольному полю. Люди в форме оцепили бушующую толпу, а бойцы спецподразделения «Беркут» за несколько минут оттеснили фанатов к выходу. Правоохранители говорят, подобные учения особенно важны в канун проведения матчей Евро-2012. Основная цель проведения учений – это отработка действий и организация взаимодействия всех подразделений при возникновении групповых нарушений общественного порядка во время проведения футбольных матчей. Конфликтов на стадионе не будет, говорят болельщики, если за порядком на стадионе будут следить стюарды. Это служба безопасности клуба. На «Металисте» защитники правопорядка уже работают, но без милиции матчи все же пока проводить не рискуют. Владимир Куриной, Иван Наконечный, Медиагруппа «Объектив».